Современная наука доказала, что только самые разнообразные продукты и особенно продукты животного происхождения дают возможность нашему организму для полного биохимического метаболизма, то есть для полных обменных процессов, которые есть в организме. Мы не научились, ни наш организм, ни у нас нет ферментов, которые бы имели возможность переработать растительную пищу. Продукты животного происхождения, они очень богаты на так называемые эссенциальные аминокислоты. В растительных продуктах их, как правило, по одной или двух этих незаменимых аминокислот не достает. Они необходимы для работы абсолютно всех клеток нашего организма. Переходить на вегетарианство надо очень хорошо взвесить все за и против. Детям точно нет, есть определенные категории людей, которым точно этого делать нежелательно. Здоровый человек, как временную меру, да, может в принципе делать. Есть на сегодняшний день такое разветвление вегетарианства, как лактообу вегетарианству. Это употребление молока и яиц. То к этому еще виду питания медицина относится, ну скажем так, более или менее снисходительно. Альтернатива только одна должна быть. Альтернатива это должна быть принципы рационального и здорового питания, где должны обязательно соединяться между собой продукты растительного и животного происхождения.